28-летняя жительница Бишкека, которая пожелала остаться неизвестной, два года назад решила вместе с сестрой похудеть. Самым популярным на тот момент способом были БАДы. Однако, напротив, сестра набрала еще несколько килограммов, а у героини появились боли в животе. В социальных сетях видела объявления, в которых предлагали быстрый способ сбросить вес. Я тогда как раз родила и, соответственно, набрала лишние килограммы. Искала способы похудения, и такой вариант меня устраивал. У меня не было лишнего времени на походы в зал и занятия спортом. Между делом узнала о разных БАДах и решил попробовать. Были отличные отзывы. Начали принимать сестрой, но результатов не было. А наоборот, даже последствия появились. Поэтому сейчас я не принимаю такие средства для похудения. Социальные сети сегодня пестрят рекламой волшебных таблеток, позволяющих быстро похудеть, при этом не прикладывая ни малейших усилий. Многие люди употребляют биологически активные добавки, рекламируемые популярными певцами и блогерами. Из-за этого врачи советуют избегать самостоятельного приема подобного рода препаратов. Они должны обязательно проходить государственную регистрацию. Государственная регистрация, что дает этим биологически активным добавкам? Государственная регистрация говорит о том, что перед их реализацией они проходят ряд этапов. То есть они лабораторные испытания проводятся. Также проводится, нормируется ли их содержание. Вот, допустим, написано на этикетке, что он является источником каких-то компонентов. Он действительно ли может являться таким источником или нет? То есть это тоже определяется. Также дается научное обоснование тем компонентам, как они влияют на организм. И в ходе вот этих множественных работ проводится их регистрация на основании вот этих данных. В последние годы существует проблема лишнего веса и у подростков. По мнению специалистов, единственный способ похудеть – это правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Самое главное при похудении или наборе веса – это правильное питание и занятие спортом. Многие принимают решение самостоятельно решить эту проблему. Это приводит к сердечным, почечным и другим заболеваниям. Ко мне приходят разные люди с разным весом. Стало и много подростков. У меня подход такой – вывести их на правильное питание и влюбить их в занятия спортом. Вначале каждый начинает занятия с трудом, а сейчас вы только гляньте на них. Они получают удовольствие от своих тренировок. Каждый из них сбрасывает десятки килограмм. Лишний вес может привести к различным заболеваниям. Поэтому если начать решать проблему лишнего веса, к примеру, в детском или подростковом возрасте, то проблем во взрослой жизни будет меньше. КАПСУЛА По мнению экспертов, люди страдают ожирением из-за нескольких факторов – психологические, экологические и социальные воздействия. Поэтому полезно искать простой способ похудеть и поощрять здоровый образ жизни.